Добрый вечер! Вы смотрите новости сейчас. В студии для вас работает Ирина Белогривая. В ближайшие несколько минут я и мои коллеги познакомим вас с основными событиями пятницы, но пока коротко о главных темах выпуска. Опасный лед. Сегодня днем на Малом море. Под воду ушел автомобиль. Внутри находились трое взрослых и ребенок. Думали провинции, а оказалось почти Санкт-Петербург. Первыми впечатлениями от Иркутска поделились дети из Луганской народной республики. Сегодня они прилетели к нам из Москвы. Байкальские круизы, как развивать это туристическое направление, а также экологические вопросы обсуждали в ходе визита вице-премьера российского правительства Виктория Абрамченко. Кто лучше всех в Сибири садится на минусовый шпагат. Иркутск сегодня впервые принимает чемпионат СФО по спортивной аэробике. Лед разрушился прямо под автомобилем. Сегодня днем машина ушла под воду в районе поселка Сахьюрта на Малом море. К счастью, никто из людей, находившихся в салоне, не пострадал. Это трое взрослых и ребенок. Как удалось установить, компания взяла в аренду автомобиль и днем выехал на лед. Отъехав 10 метров от мыса Улихта, автомобиль начал проваливаться. Как сообщает пресс-служба МЧС, лед под ним в буквальном смысле разрушился. Водителю теперь предстоит выплатить штрафы, а также возместить расходы за подъем автомобиля со дна озера. Между тем, нажим с участками открытой воды образовался на льду Байкала. Произошло это из-за резкого потепления. По данным МЧС, в районе мысов есть трещины и торосы. Спасатели вновь напоминают об опасности такой ледовой обстановки. Выезжать за пределы переправ категорически запрещено. Из-за постоянных нарушений пользования ледовыми дорогами с 4 марта решено провести масштабные профилактические рейды. Уже завтра в самых популярных местах отдыха выставят мобильные посты. На Ольхонской переправе организуют видеонаблюдение. Следить за нарушениями будут и через социальные сети. Синоптики прогнозируют ухудшение погоды на севере и западе Иркутской области. Там усилится ветер. Порывы будут достигать 15-18 метров в секунду. Также в прогнозе метели спасатели обращаются ко всем гостям и жителям региона с напоминанием, что отправляясь в дорогу, необходимо учитывать метеорологические прогнозы и неблагоприятные погодные условия. Продолжаем выпуск. Два УАЗа, бензопилы и генераторы, а также теплые вещи. Такой гуманитарный груз отправили сегодня иркутским бойцам, которые сейчас находятся в зоне проведения СВО. Также выехали две фуры с посылками от родных, запчастями для спецтехники, квадрокоптерами и продуктами. Об этом сообщил глава региона Игорь Кобзев в своем телеграм-канале. Еще он рассказал, что ночью военным бортом в зону СВО вылетели представители правительства области, ветераны Афганистана и Чечни. На месте они будут налаживать взаимодействие с полком, базирующимся в ДНР. Проделав путь почти в 6000 километров, прибыли в Иркутск. В областной столице сегодня встретили школьников из города Кировска, Луганской народной республики, которая при Ангаре взяла под свое шефство. 20 юных кировчан в нашем городе проведут пять дней. Им покажут достопримечательности Иркутска, свозят на Байкал, познакомят с культурой столицы Восточной Сибири. В аэропорту школьников встречали с почестями. С прилетом вас, с приездом! И мы вас встречаем по русским, по бурятским традициям. Приветствуем вас на нашей Иркутской, прибайкальской земле. Об этой встрече мы договорились, когда были в Кировске в прошлом году. Муэр города Иркутска, Руслан Николаевич Болотов, Сергей Юрьевич Тенн, депутат Государственной Думы. Решение поддержал губернатор Иркутской области Игорь Иванович Кобзев. Поэтому сегодня мы встречаем делегацию. У ребят будет очень насыщенная пятидневная программа. Это как вопросы отдыха, так и практические занятия, посещение наших школ, организаций. Поэтому, я думаю, будет интересно. Семь миллиардов рублей направят на ликвидацию накопленного вреда БЦБК и полигона Бабхинский. Этот важный вопрос, который находится на контроле президента, обсудили на совещании в Иркутске вице-премьер страны Виктория Абрамченко и губернатор Игорь Кобзев. О чем еще говорили, знает Мадина Халикова. Шаг за шагом Байкальск превращают в современный туристический город. Потенциал у территории огромный, но и груз проблем не меньше. За три года создана дорожная карта и идет работа по ликвидации накопленного вреда от бывшего ЦБК. На эти цели в федеральном бюджете на 2023 год предусмотрено 7 миллиардов рублей. Но есть и другие направления. В очередной вопрос в сегодняшней повестке будет вопрос воспроизводства байкальского умуля, осетра и нерпы. Мы сегодня посмотрели с отдельными членами правительственной комиссии, что называется, вживую, и увидели площадку, Большереченский рыбоводный завод, на котором планируется осуществлять модернизацию, для того, чтобы обеспечить выпуск малька и молоди байкальского умуля. Сохранить микроклимат озера, восполнить его ресурсы и при создании туристических мест не навредить экологии Байкала. Эти задачи ставит президент страны Владимир Путин. На правительственной комиссии губернатор Игорь Кобзев предложил возможность выделения в Иркутской области зон на озере, где, возможно, любительская рыбалка на умуля. Кроме того, глава региона отметил, что разводить умуль можно и в Братском водохранилище. Мы сегодня обсудили эту тему с точки зрения, какой целевой образ результата нам необходим. Нам необходимо построить рыбоводные заводы для того, чтобы выпустить определенное количество личинки или молоди, или нам нужно все-таки обеспечить такой уровень популяции для того, чтобы вернуться к уровню Советского Союза по промышленному лову, или к уровню современной России, который нам необходим. И вот с этим решением мы сегодня ушли с правительственной комиссии. Еще на комиссии обсудили развитие круизного туризма на Байкале. Это направление перспективно. Однако же, резюмирует губернатор, сейчас важно проверить состояние всех причалов и пристаний, разработать единый подход к созданию такой инфраструктуры. У нас есть мастер-план Байкальска, мастер-план Кругобайкальской железной дороги, мастер-план сейчас делаем Иркутск, Тольцы. Все это, мне кажется, должно быть в одном сегменте, под одним пониманием, ну и, конечно, с учетом мнения жителей региона. Стоит отметить, что Байкал сейчас во внимании властей всех уровней. Одинаково важно заниматься вопросами его сохранения, создания мест притяжения с двух сторон – и Бурятии, и Иркутской области. Мадина Халикова, новости сейчас. Проект строительства лесосеменного центра в Мегете получил положительное заключение государственной экспертизы. Работы запланированы на 2024 и 2026 годы. В центре смогут выращивать до 10 миллионов сеянцев в год. Все они будут закрыты корневой системой. Также на базе центра предполагается переработка лесосеменного сырья. Региональный Минлес уже направил документы на строительство предприятия в Рослесхоз. Предварительная стоимость работ – более миллиарда рублей. Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. 45 лет назад в нашей стране появилась авиация войск Национальной гвардии. Сотрудники этого подразделения сегодня отмечают свой профессиональный праздник. Делают они это на привычных для себя учениях. Сразу несколько групп отрабатывали профессиональные навыки, чтобы любая внештатная ситуация всегда оставалась для росгвардейцев рядовой. Александр Гаврилов и Сергей Коваленков увидели, насколько слаженно работают летчики, выполняя разные тактические задачи. Прямо сейчас мы приближаемся к специальной площадке, где уже вовсю готовятся сотрудники Росгвардии. Совсем скоро с этого же вертолета они совершают десантирование с высоты 800 метров. Не успели мы выйти с вертолетами 8, как в это изобретение легендарного иркутянина Михаила Миля буквально залетели авиаторы. Один из них Андрей Роев – самый опытный парашютист в иркутском подразделении авиаэскадриле Росгвардии. Для него это аж 1807 прыжок. Во время десантирования Андрей умело выполняет разные трюки. Это называется пилотирование скоростным парашютом. В годы тренировок много наставников хороших было, ну и хорошие учителя. Это работа, никаких нормальных эмоций. Это надо относиться к этому, как к работе и все. Все по плану. Все по плану. На земле у Андрея ответственности не меньше, чем в воздухе. Здесь он помогает своим товарищам, координируя их прыжки. Здесь расчет такой, чтобы было безопасно. Мы не обязательно в центр поля их метим. У них задача в определенный круг, ну в большой приземлиться, безопасно. Цель пилотов – отработать навыки ухода из летательного аппарата с парашютом. Это нужно сделать для того, чтобы смело реагировать в экстренных ситуациях. Задание не столько на точность, сколько на скорость. Эти учения – обязательная программа. Ее росгвардейцы должны проходить каждый год, чтобы получить допуск к полету. Парашютные прыжки проводим по мере необходимости, так как летный состав обязан выполнять парашютные прыжки не менее одного раза в год и два парашютных прыжка. В первом заходе пристрелочку кидали для определения спуска парашютиста. Далее был заход на 800, отработали двумя парашютистами. Далее был подъем для специалистов по СПДС и нештатной группы СПДГ. Спасательная парашютно-десантная группа на 1500 метров. Не менее важное задание и у Сергея Савкина. За штурвалом военного судна Ми-8 офицер уже более 15 лет. Сегодня у него учебно-тренировочный полет в горную местность. Перед отправкой традиционная проверка техники. По прилету – заход на площадку. Там Сергею и его коллегам будет помогать колдун. Магия ветроуказателя будет определять скорость и направление ветра. Учебно-тренировочные полеты, они для того и производят, чтобы летчики совершенствовали свои методические навыки и навыки техник пилотирования. И готовились к новым высотам. Подготовка летчика в горах – это многоэтапная подготовка. Она не проводится в одну летную смену. Это полеты, которые выполняются на протяжении нескольких месяцев. Задание «Росгвардейцы» и «Авиаторы» выполняют даже в свой профессиональный праздник. Так именно 45 лет назад появились авиационные подразделения войск Национальной гвардии. За это время они прошли путь от единственной вертолетной эскадрильи до нескольких десятков подразделений. Немало достижений у Иркутской эскадрильи. Так, четыре офицера получили наивысшую награду – Орден Красной Звезды. Всего на высшем уровне отметили заслуги более 60 военнослужащих подразделения. Подвигами они отличались не только в военных, но и бытовых ситуациях. В 2019-м летные экипажи Иркутской эскадрильи «Росгвардии» помогали ликвидировать последствия затопления в Нижнеудинском и Тулунском районах. Александр Гаврилов, Сергей Коваленков. Новости сейчас. Трамвай столкнулся с машиной скорой помощи в привокзальном районе Уссули-Сибирского. В результате ДТП незначительные травмы получили 62-летние водители реанимобиля и два медицинских работника. Машинисты и пассажиры трамвая не пострадали. Сейчас сотрудники ГИБДД устанавливают обстоятельства, произошедшие в ход проверки прокуратура взяла на контроль. В Иркутской области увеличилось число дел о банкротстве. У юрлиц этот показатель вырос на третий, а у физлиц на 40%. Такие цифры по итогам прошлого года сегодня озвучили на заседании арбитражного суда Иркутской области. Как отметили участники, рост дел о банкротствах прежде всего связан с развитием судебной практики по этой категории споров, а также с желанием граждан освободиться от неподъемных долгов. В прошлом году увеличилось число дел об охране интеллектуальной собственности, при этом уменьшился процент споров, связанных с защитой права собственности. В 2022 году чаще удавалось решить разногласия с заключением мирового соглашения. В планах на этот год активное участие арбитражного суда региона в совершенствовании законодательства в сфере экономических отношений. Не только предложения вносим в наш парламент, но также в Верховный суд. А Верховный суд России имеет право законодательной инициативы. Он вносит уже в Думу. И вот эта работа будет, конечно, активизирована. В сентябре этого года в Иркутске откроют еще одно здание арбитражного суда. Его строительство сейчас заканчивает. Это будет современное здание с 36 залами видеоконференц-связи в судебных процессах. Благодаря этому смогут участвовать граждане не только из Иркутской области, но и других регионов и зарубежья онлайн. Салон Нижнего Белья «Люмери» Иркутский горнолыжник Роман Нарчуганов завоевал две золотые медали на соревнованиях «Дети Азии». Спортсмену из Приангарии не было равней к дисциплине «Супергигант». Кроме того, в составе сборной Сибирского федерального округа Нарчуганов победил в параллельном слалом гиганте в командной гонке. Международные соревнования завершатся 5 марта. Наш регион там представлен в четырех видах спорта. И в трех из них иркутяне завоевали медали, которые помогли команде Сибирского федерального округа вырваться в лидеры медального зачета. Сложные трюки, яркие костюмы, минусовые шпагаты. 300 спортсменов из шести сибирских регионов начали борьбу за призы на чемпионате и первенстве по спортивной аэробике. Его Иркутск принимает впервые. Наша съемочная группа побывала на открытии. Иркутянка Арина Зидинова очень хорошо помнит свою первую тренировку. Именно тогда она поняла – спортивная аэробика – это любовь. За плечами молодой спортсменки российские и международные соревнования. А количество наград даже не берется считать. Перед выходом на паркет Арина уверена – высокие результаты у иркутской команды точно будут. Мы прошли долгий путь и работу над программами. Мы надеемся, что мы займем первые места и не подведем нашу команду. Три дня спортсмены трех возрастных групп будут показывать свои яркие выступления. В сборную Иркутской области вошли более 40 человек. А оценивает артистизм и технику – 35 судей. Спортсмены Иркутской области достаточно сильные в Российской Федерации. Поэтому мы тем более готовимся сейчас к чемпионату и первенству России. Это самый важный старт, потому что международные соревнования все закрыты. Мы не можем там участвовать. И мы сейчас, конечно, все силы положили на подготовку к этим соревнованиям. Следующий этап – участие в первенстве России по спортивной аэробике. После Иркутска станет ясно, кто из сильнейших туда поедет. Юлия Бархатова, Юрий Рябчиков. Новости сейчас. Вечер бокса на телеканале Аист. 5 марта мы в прямом эфире покажем бои лиги джентльмена. Участники поединков выступят в девяти весовых категориях. Кроме джентльменов на ринг выйдут леди. Сразу две пары девушек разыграют отдельные пояса. Всего турнир соберет более 30 участников. Они будут соревноваться в восьми залах Иркутска. Начало трансляции на нашем канале в 18.00 5 марта. Не пропустите. Вся самая актуальная и важная информация всегда доступна на нашем сайте. Аиств.ру и, конечно, на других страницах телеканала в социальных сетях. Подписывайтесь. На этом у нас все. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго. Хороших выходных. Субтитры создавал DimaTorzok